Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня на библейском портале экзегет мы рассматриваем вместе с вами пятую заключительную главу Первого Соборного Послания Апостола Иоанна Богослова. И Святой Апостол продолжает нам благоуставать о любви и об истинной вере. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Вот очень интересное такое свидетельство. Но прежде всего апостол нам напоминает, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. То есть не просто верующий в Иисуса как Сына Человеческого, а верующий в Него как во Христа, как в Божий помазанник, в Мессию, то есть Спасителя, пришедшего в этот мир и искупившего наши грехи. И вот когда есть такая вот искренняя, сердечная вера, всецелое принятие Христа как Спасителя, то мы и вступаем с Господом в особую связь. И апостол Иоанн говорит, что истинно верующий он от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Вот, наверное, не все понимают слова «любит и рожденного от Него». Что здесь имеется в виду? И согласно толкователям, святым отцам, в данном случае понимаются именно чадо Божие, то есть те христиане, которые духовно родились от Господа, которые как дети подобны своему отцу. Вот Бог есть абсолютное добро, абсолютная любовь, Он абсолютная мудрость, Он святость. И когда человек в своей собственной жизни воплощает добро, любовь, милосердие, благость, все то, что исходит от Господа, то он и становится чадом Божиим, и вступает в это вот удивительное духовное родство с Господом. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. То есть любовь к Богу и к ближним, она взаимосвязана. Если ты действительно любишь Бога, то непременно будешь и любить людей, которых Господь создал и которых Господь поставил рядом с тобой. Но если ты любишь людей Божиих, которые образ Божий, то, естественно, ты призван любить и Господа, сотворившего весь этот удивительный мир, даровавшего тебе способность любить, и поставившего рядом с тобой тех, кого ты любишь и кто, может быть, любит тебя. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Вот апостол Иоанн, он на протяжении всего своего соборного послания напоминает, что любовь к Господу, она, в общем-то, выражается в конкретных делах, а именно в исполнении заповедей, в исполнении того, к чему призывает нас Господь. Потому что вот есть такое правило, что любящий с радостью исполняет волю любимого, а воля Божия, она выражается в заповедях. И при этом апостол делает такое вот интересное замечание. Он говорит, что заповеди Его не тяжкие. И тут, конечно, вспоминаются слова самого Господа «Игоба мое благо, и бремя мое легко». Вот в каком смысле заповеди Божии не тяжкие? А вот если углубиться в суть духовной жизни, то ведь тяжким для человека являются греховные страсти. Тяжко человеку, когда он борим злобой, когда он мучается ненавистью. Тяжко человеку, который не может простить любому человеку, который вот находится в пучине страстей. И эти греховные страсти мучают его изнутри. Такому человеку тяжко. А всякая Божия заповедь, заповедь Христова, она ведет нас к свободе души. Иногда этот путь, он труден. Но все зависит от того, как мы относимся к исполнению Божьей заповеди. Вот вспоминается такая притча про то, как созидался Шартерский собор, который строили во Франции достаточно долго. И трое работяк, они выполняли одинаковый труд, возили тачки с камнями. И каждому из них задали один и тот же вопрос. Чем ты занят? Вот один, он с глубокой скорбью произнес, несу этот тяжкий труд. Ему было плохо, он мучился от этого. Другой, более обнадеживающе сказал, зарабатываю себе на жизнь. Хотя труд тот же самый. А вот третий с радостью воскликнул, а я созидаю величественный собор. И вот именно третий труженик, который выполнял вроде бы ту же самую работу, он не испытывал вот той тягости, которую испытывали предыдущие двое работников. А почему так? Потому что у него была радостная цель, он понимал, что он созидает удивительный собор, где люди соприкасаются и будут соприкасаться с Богом. И вот наша духовная жизнь, она и должна представлять собой созидание в своем сердце храма Божия. Когда мы отсекаем от себя какие-то греховные страсти, какие-то блудные поползновения, какие-то помыслы гордости, тщеславия и так далее, то мы именно созидаем в себе храм Божий. И это не тяжко, это ведет к подлинной радости. И святой апостол Иоанн Богослов далее благовествует. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вот, братья и сестры, это непростые слова. Вера наша победила мир. На самом деле. И это рассматривается даже как какой-то исторический феномен, что христианство, оказавшись во враждебной обстановке, неожиданным образом распространяется в Римской империи, где были очень жесткие законы, где за имя христианин полагалась смертная казнь. Это один из законов императора Трояна начала II века. Только достаточно было сказать, что ты христианин, и тебя уже казнят. И, вопреки всему этому, вера Христова победила мир. И до сих пор она несет в себе вот эту духовную победу. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Вот как-то к преподобному Паисию Святогорцу пришел вот юноша, и он рассказал о себе историю. Он обратился из оккультизма. Его отец еще в его детские годы отдал на Тибет тамошним колдунам, которые его воспитывали в традициях мистицизма. Он обладал такой невероятной мистической силой. И потом, когда он в возрасте 16 лет решил навестить отца, то, будучи в аэропорте, он увидел православного священника. Заинтересовался его необычным видом. Тот был в рясе с крестом. И стал рассказывать про себя и демонстрировать свои оккультные способности, показывать в живой картине отдаленные галактики. стакан сам собой наполнился водой пред его взором. И этот юноша спрашивает священнику, «Ну, а ты почему не покажешь мне какое-то чудо?» Он же видит, что перед ним какой-то необычный человек. И на это батюшка ему отвечает совершенно просто такими смиренными, кроткими словами. «Наш Бог, Бог смиренный». А после этого он протягивает ему нательный крестик. Юноша берет в руки, и батюшка говорит, «Попробуй теперь совершить какое-то чудо». И вдруг юноша увидел, что как только он взял в свои руки вот этот маленький крестик с изображением Христа распятого, духи, служившие ему, отступили в сторону. И он не может сотворить никакого чуда пред взором священника. И тут он понял, что на самом деле все эти духи, они невероятно слабы. И вот так вот он от этого отрекся, потом обратился ко Христу и сам стал исповедником веры Христовой. Вот это и есть победа, победившая мир, вера наша. И побеждает мир тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Эта смиренная победа, она проходит сквозь все века. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Вот, наверное, не совсем понятны слова эти, что «Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». А на самом деле, если мы посмотрим на Евангелие, на жизнь Христова, то мы увидим, что свое общественное служение спаситель начинает с крещения в Иордане. Вот это вода, когда спаситель становится среди кающихся грешников, как бы уже принимая на себя их участь, смиренно приемлет крещение. И вот с воды, с воды Иорданской начинается общественное служение и проповедь, благовестие Христова. Но он пришел не только водою, он пришел еще и кровью. Кровью завершается общественное служение Господа. Это крестные страдания, во время которых Спаситель проливает свою кровь в очищение наших грехов. И если бы не было пролития крови, то Евангелие Христово не было бы исполненным, осуществленным на земле. Недостаточно было прийти только водою. Апостол говорит, не водою только, но водою и кровью. Но еще пришел он и духом в каком смысле? А в том смысле, что уже победив смерть, Спаситель не спосылает Святого Духа ученикам, и Святой Дух обитает в церкви. Вот так в этом триединстве исполняется божественное домостроительство, осуществляется спасение человечества. Господь пришел водою и кровью и духом. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Мы знаем, что во время крещения это было свидетельство. Да и на горе преображения, когда апостолы созерцали преобразившегося Господа, и вот светлое облако осенило их. Вот так Святой Дух тоже свидетельствовал о Христе. И вот после этого мы читаем в соборном послании такие строки. «Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едина. И три свидетельствуют на земле Дух, вода и кровь, и сие три об одном». Ну, правда ради, вот надо что отметить? Вот эти вот слова «три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едина». Этого стиха нет во многих древних греческих рукописях Нового Завета. И в IV веке, когда шли арианские споры, и как раз обсуждалось триединство Божие, эти слова не цитировали. Дело в том, что собирание рукописи в древнее время совершалось очень сложно. И книги ходили зачастую разрозненно, переписывались по-разному, и иногда какие-то строки могли отсутствовать. Но вот эти строки, они присутствуют в древнем итальянском переводе, то есть переводе на латинский язык. И кроме того, их цитирует в первой половине III века «Святой Киприан Карфагенский», как слова Священного Писания. И эти строки он рассматривает вот как символ вообще единства, как Господь един, Отец, Сын и Святой Дух, так и Церковь Христова на земле. Она должна хранить всецелое единство, чтобы никакие расколы и ереси не разделяли и не дробили тело Христова. «Церковь есть тело Христово, оно должно быть единым». Но как бы там ни было, вот эти слова, они свидетельствуют о триединстве Божием. «Сии три», то есть Отец, Слово, Сын Божий и Святой Дух, они суть едины. Нам очень трудно подобрать какие-то земные аналогии, чтобы отобразить божественное триединство, и надо просто это принять вот на веру, что Отец, Сын и Святой Дух — это один Бог. Один Бог в трех лицах. Ну, а те, кто из нас, дай Господь, чтобы это относилось к каждому, все, кто наследует Царствие Божие, то смогут уже непосредственно созерцать Святую Троицу и приобщиться к этой тайне более очевидным образом. Но вот Святой Апостол, возвращаясь уже к нам, к миру земному, говорит, что и на земле три свидетельствуют — дух, вода и кровь. И сии три об одном. Вот о чем здесь речь? Дело в том, что не только Спаситель пришел водою и кровью и духом, но и каждый христианин, как носящий на себе образ Христа, призван в своей жизни пройти тот же самый путь. Вот духовная жизнь начинается у нас с крещения. Когда в водах крещения мы обретаем духовное рождение. И вот от Господа вкладываются в нас уже такие благодатные духовные силы, которые должны возрасти. Но после крещения духовная жизнь только-только начинается, и вот она совершается в тяжелой духовной борьбе. Мы призваны подвязаться против греха, вот как говорят подвижники, бороться даже до крови. Это вот значит руководство с таким принципом, что лучше умру, но не согрешу, потому что смерть нам несет как раз грех. Никто не умер еще от того, что воздерживался от винопития, от блуда, от гордости. Но многие умерли от алкоголизма, от того, что увлеклись какой-то зависимостью. Многих в гибель завела гордыня, зависть и прочие греховные страсти. Поэтому лучше пусть будет у нас принцип «умру, но не согрешу, ибо тогда ты точно будешь жить, освободившись от греха, нежели погибнуть через грех». И вот такое подвязание даже до крови против греха — это и есть вот эта вот кровь, о которой свидетельствует апостол. Ну, кроме того, и наши, конечно, жизненные страдания, которые Господь попускает нам и которые мы призваны терпеливо нести как свой жизненный крест. И плодом такого духовного пути должно быть стяжание Святого Духа. И Святой Дух он уже приносит с собой подлинную свободу от страстей, и он украшает душу человеческую добродетелями. Вот когда весной мы видим деревья, они вроде бы тянутся вверх, но на них нет листьев, они в каком-то смысле еще мертвы. И только когда они согреваются солнцем, то появляется жизнь, появляются листья. Вот так и в душе человеческой проявляется подлинная благодатная жизнь от соприкосновения Духа Святого, который, как солнце, согревает наши сердца. И каждый христианин, повторяю, он призван пройти вот этот путь тоже водою, то есть крещением, кровью в борьбе со страстями и терпеливом несении своего жизненного креста и духом, то есть стяжанием Святого Духа. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие, больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем, апостол Иоанн Богослов, он слышал и человеческие свидетельства. Он был в кругу учеников Святого Иоанна Крестителя. О Христе уже начинали говорить первые призванные апостолы, Андрей первозванный, Петр, Нафанайл, и так далее, Филипп. Но больше всего этого свидетельство Божие. Это вот тот голос Бога Отца, который апостол Иоанн Богослов лично слышал на горе преображения «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И апостол Иоанн созерцал преобразившегося Господа. То есть о Христе прежде всего есть Божие свидетельство. И апостол Иоанн как очевидец, как непосредственный свидетель происшедшего, он делится этим с нами. Но кроме того, святой апостол говорит еще и так, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Бога представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Удивительные слова. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. А о чем здесь речь? А здесь опыт, вот личный уже духовный опыт христианина, это опыт услышанных молитв, когда ты действительно в какой-то ситуации просил Господа, и Господь исполнил, вопреки всем обстоятельствам. Это еще и опыт соприкосновения с благодатью Божией, чего, может быть, ты и не ожидал, но неожиданно твоего сердца коснулось благодать, и вот это ты несешь через всю свою последующую жизнь. Это есть свидетельство верующего, которое носит в себе самом. И оно состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Хочется немножко поделиться о себе, вот когда я в 13 лет вместе с сестрами пошел принимать крещение и даже не представлял, что это такое, и никто этому не учил, то вот неожиданно во время чинопоследования крещения возникло совершенно новое ощущение и сердечное переживание. Причем батюшка вроде бы произносил абсолютно непонятные для меня какие-то молитвы невнятным голосом. Я не понимал ни одного из обрядов, которые были, но внутри родилась удивительная такая вот радость, ощущение, что как будто из тебя вынули всю грязь и выбросили наружу. То есть неизреченная свобода, чистота, радость и при этом четкое ощущение, что Бог есть и Он присутствует рядом с тобой. Как будто Господь принимает тебя на свои объятия и вот это благодатное ощущение оставалось на протяжении может быть даже года. И что интересно, что вот всякий человек, который приходит к Богу, который соприкасается с Господом, он и переживает вот это ощущение вечной жизни. Это такая перспектива бесконечного бытия. То есть уже нет пределов какой-то краткой земной жизни, а ты действительно призван к вечности это вечность в Боге, а Господь с тобой рядом. И вот это и есть свидетельство, которое состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И мы призваны приобщаться Христу как Сыну Божию. Вот если задать вопрос, сколько человеку было бы достаточно для жизни, сколько лет ему отвезти, 40, 50, 80, 120. И оказывается, что сколько не отведи человеку лет, ему все это будет недостаточно. Что 40 лет он прожил, что 80. Каждый скажет, что я как будто не жил, пролетело как одно мгновение. А почему так? Потому что душа человеческая, она ориентирована на вечность, она призвана к вечности, и никакой вот короткий отрезок времени, он не является удовлетворительным. Но эту истинную вечную жизнь мы обретаем только во Христе, только в Сыне Божьем. Ни индуизм, ни буддизм, ни какая другая религия, они не говорят про Сына Божия, который пришел и воплотился, пострадал за наши грехи, победил смерть, ради нас воскрес. И только вот во Христе, только христианская вера приобщает нас к этой истинной вечной жизни. Святой апостол продолжает, «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим Его, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. То есть Господь нам дает удивительную возможность просить и получать просимое. Но правда не забудем, что перед этим апостол напоминал о хранении заповедей Божиих. Вот если ты исполняешь Божьи заповеди, то Господь и твою молитву исполнит. Но иногда бывает так, что мы, конечно, все несовершенны, но вот от самого сердца просишь, и Господь помогает. Главное просить чего-то полезного. Вот как одна женщина, она поделилась о себе, что долгое время она находилась в такой блудной связи, прелюбодеянной, потому что мужчина, с которым она была в этой связи, он имел семью, но у них настолько была сильная влюбленность, что вот захватила с головой и не могли дня друг без друга провести. Но потом в ней вдруг что-то внутри сказало, вот что же это я делаю. И она упала на колени перед иконой и вот от самого сердца попросила, Господи, освободи меня от этой страсти, избавь меня от этой зависимости. И удивительное дело, в тот же день она совершенно спокойно, не сообщая ничего вот этому человеку, села в поезд и уехала в другой город. И у нее началась уже новая жизнь. То есть Господь дал ей по молитве, по такой искренней сердечной молитве, горячей, которая изнутри идет, Господь дал ей благодатную силу освободиться от этой греховной страшной зависимости. Вот так мы видим, что Господь нас слышит и чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Но молиться надо не только о себе. И Святой Апостол говорит, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Немножко такие вот сложные для понимания слова, но речь идет о чем? Вот прежде всего апостол говорит, чтобы мы молились, в том числе молились за согрешающих. Грехом не к смерти, это значит, что вот человек, может быть, и не хотел грешить, но оступился, согрешил по неведению, по неразумию, по несовершенству своему. И сколько мы живем, мы все время притыкаемся, падаем, но когда мы молимся друг за друга, то есть надежда, что Господь нас спасет. Апостол говорит, и Бог даст ему жизнь. Речь, конечно, идет о жизни вечной. Другое дело, что есть грех к смерти. И апостол при этом говорит, вот пишет, не о том говорю, чтобы он молился, чтобы молиться об этом человеке. Напрямую апостол не запрещает молиться, но высказывает некое предостережение. В данном случае под грехом к смерти имеются в виду особо тяжкие падения, в которые человек целенаправленно погрузился. Допустим, целенаправленное занятие оккультизмом, когда человек хочет соприкасаться с этими тайными силами, на самом деле это демонические силы, и пребывает в ней взаимосвязи. Вот не каждый может вымаливать такого, не каждому дано такое дерзновение, чтобы вступать в брань, духовную брань, за того, кто и не хочет выходить из этой греховной смерти. Или какое-то очевидное противление Богу, то, что Спаситель называл хулой на Духа Святого. В данном случае имелось что в виду? То, что фарисеи, они видели, что во Христе действует Бог, и при этом они противились все равно в виде действия Божия. То есть, когда люди целенаправленно идут против Бога, то тоже за таких богоборцев не всякий может молиться, не всякий может вступать в такую борьбу, потому что это повлечет за собой серьезные искушения, и нужно, конечно, брать благословение у духовника, иначе без духовной поддержки тут не справиться. Так что и в молитве тоже нужна некая рассудительность. И завершает свое послание соборное апостол Иоанн рассуждением о трех видах знания. Он как бы подытоживает все, о чем говорил до этого, и выражает этот итог в таких строках. Мы знаем, это вот первое знание, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. То есть, человек, который благодатно рожден от Господа, кто принял Святого Духа, в нем нет желания грешить даже в малом. Мы несовершенны, мы согрешаем, но апостол призывает нас хранить себя. И вот у святых отцов выработалась даже такая особо аскетическая традиция умного делания и внутреннего трезвения. Это именно хранение себя. Смотреть, вот, блюсти свой ум и свое сердце, чтобы даже на малейшем греховном уровне никакой лукавый, злой помысл или чувство не поступили к твоему уму и сердцу, хранить себя, обращаясь молитвой ко Господу. И лукавый не прикасается к такому. Второе знание. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Вот, к сожалению, это противопоставление, оно присутствует в человеческой истории, потому что мир всегда тяготеет к чему-то низменному, к чему-то греховному. Грешить всегда вроде бы проще, но это влечет за собой мучения. И христианская вера, она противостоит этому греховному разложению, растлению. Лишь бы мы были действительно исповедниками веры Христовой. И третье знание. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного, и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Это самое главное познание, которого только может сподобиться человек, приобщение воплотившемуся Сыну Божию. Бог и есть подлинная жизнь, Он и есть подлинный свет. И Он пришел в наш мир, восприняв человеческое естество. И мы можем через церковные таинства, через путь духовной жизни приобщиться к Нему. Вот это очень трудно передавать какими-то словами, но на внутреннем опыте это всегда воспринимается именно как свет, как какое-то прояснение и ума твоего, и сердца, и как жизнь вечная, которая внутри наполняет тебя. А завершает послание одно очень маленькое предложение. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Вот это такое практическое напутствие. Дело в том, что человек очень падок на всякое идолопоклонство, кумиротворчество. Идолами становятся либо какие-то знаменитые личности, которые на телеэкране присутствуют, и вот создается их телевизионный образ артистов, спортсменов, каких-нибудь шоуменов, и начинают равняться на них, перенимать их привычки поведения, манеру речи, стиль одежды и так далее. То есть такие люди становятся идолами. Либо же идолами для нас бывают какие-то наши суеверные расположенности. У кого-то это подкова над дверью дома, у кого-то это красная нить на руке, какой-нибудь талисман, амулет, и человек наивно думает, что вот эти бездушные предметы защитят его от какой-то порчи. и суеверно относятся к этим предметам как к идолам. Вот от всех этих идолов нужно себя хранить. От суеверия, от оккультных идолов, от идолов человеческих, потому что сердце наше должно быть свободным, свободным от любого тварного идола, и принадлежать оно может только Богу, потому что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Даруй Господь нам, братья и сестры, всем идти по этому пути и быть причастниками вечной жизни. Аминь. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok